Заклеивать трещины в стенах самоклеящейся плёнкой и прикрывать диваном дыры в полу для жителей дома номер 11 по улице Мира в городе Соликамска не впервой. И можно было бы жить дальше, если бы аварийный дом не преподносил своим жителям новые, куда более неприятные сюрпризы. На этот раз пол в одной из квартир просел на 30 сантиметров. Задесло дом ночью, в 4 утра. Это с пятницы на субботу. Мы вышли сюда во двор. Много вышли людей, которые почувствовали, конечно, первых. Вторые в окна выглядывали, смотрели, что такое случилось. Мы вышли сюда, постояли, постояли. Куда обращаться, мы не знаем. Куда звонить, мы не знаем. Дом был признан аварийным ещё в ноябре 2017 года. И расселён он должен был быть в следующем году. Но чрезвычайная ситуация ответила на вопрос сама. Ждать больше нельзя. Ведь помимо просевшего пола на первом этаже, на втором и четвёртом осыпалась штукатурка. И под окошком, видите, пошло. Вон куда пошло. Всё оттуда вываливается. Комиссия по чрезвычайным ситуациям вынесла, казалось бы, положительное решение для обитателей ветхого дома. В срочном порядке собрать вещи и переселиться в маневренный жилфонд. Однако совмещенные удобства, как оказалось, почему-то пугают людей больше, чем полуразрушенный дом. Вот переселяетесь, значит, на Мира-25. Значит, там делают сейчас вам комнаты, газ, воду проводят. Я говорю, нет, вы извините, а как там жить? Общий калидор, туалеты общие, кухни общие, всё общее. Срок на выезд – три дня. В пятницу, 13 июля, в доме будут отключены все коммуникации. И для тех, кто будет до последнего держаться за родные треснувшие стены, пятница, 13 действительно может стать несчастливой датой.